Умники и умницы Тужинской школы-интерната вернулись из Ульяновска с окружного финала интеллектуально-развивающей игры «Ума-палата». Ребята соревновались с командами со всего Приволжья и стали лучшими в двух конкурсах. С отличным результатом Тужинских умников и умниц поздравил главный федеральный инспектор по Кировской области. Подробности у Андрея Дозорцева. Вернувшись из поездки, чуть ли не каждый день они принимают поздравления. Их благодарят друзья, учителя и руководство интерната. На этой встрече теплые слова от главного федерального инспектора. Великолепная «пятерка», как называют команду в родной школе, в Ульяновске защищала честь всей области. Огромное огромное спасибо. Я поздравляю участников, победителей конкурса «Ума-палата». И надеюсь, может быть на следующий год вы опять поедете куда-либо и выиграете, и займете первые места. Воспитанники Тужинской школы-интерната подготовили гостям целую фотопрезентацию. В ней показан путь команды, пятый элемент до заветного финала. Серьезным испытанием стало участие ребят в областном этапе игры «Ума-палата». Они стали лучшими среди команд восьми интернатных учреждений региона. Как победителей их ждало участие в окружном финале. Герой русской сказки делал это с помощью хвоста. В Ульяновске за победу в интеллектуально-развивающей игре боролись ребята со всего Приволжья. 14 команд. За столами знатоков они отвечали на нелегкие вопросы. За ребят волновались воспитатели. Какие-то вопросы, может быть, наши преподаватели на уроках им задавали. И биология, и литература, и вот на химии с ними проводили викторины. Поэтому я думаю, не знаю, может быть, что-то попадется, может быть, что-то должны они знать из жизни. Им предстояла жесткая борьба. И Тужинская школа-интернат не подвела свой регион. Лучшими ребята стали в промежуточном испытании своя игра. Первое место за командой. Победу вырвали в конкурсе капитанов. Для руководителя команды Егора Головина участие в финале стало ответственным вдвойне. Нужно было не только выбрать правильный ответ из многих вариантов, но и вдохновить команду на победу. На конкурсе надо в основном быстро думать, правильно думать, чтобы принять решение быстро. Надо думать командой, что ты не один, а пять человек. В целом, по итогам испытаний, первое место все же ускользнуло от ребят. Лучшей стала команда из Саратова. Тем не менее, ребята не расстраиваются. Поездка стала увлекательным событием в их жизни. Организаторы подготовили целую программу. Поездка мне очень понравилась в Ульяновск. Больше всех запомнилась мне эта, конечно, экскурсия на завод «Авиастар» и игра в боулинг с мальчиками. Интеллектуальная игра «Ума-палата» проводится в рамках проекта поддержки детских домов и интернатов «Вернуть детство». Программа реализуется в Приволжском федеральном округе. Среди ее задач – социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На встрече главный федеральный инспектор отметил большую значимость этого проекта. Мы просто видим детей, которые неравнодушны и завтра хотят выйти в большую жизнь с огромными знаниями, с огромной ответственностью, с воспитанием чувства коллективизма. То есть это, в общем-то, здорово, что такие мероприятия проводятся на территории и нашей области, и в целом на территории Приволжского федерального округа. В завершении встречи главный федеральный инспектор подарил книги для библиотеки-интерната, а участникам команды пожелал успехов в их учебе. В следующем году конкурс «Ума палата» будет проводиться вновь, и у ребят детских домов и интернатов снова появится возможность проявить себя в интеллектуальном состязании. Андрей Дозорцев, Денис Тружков, Вести, Тужинский район.